Вот у нас наша ялтинская редакция уже готова наверняка с нами связаться. Там Олеся Глушко ждет, так сказать, передачи слова. Ждет нас, а мы ждем, чтобы она рассказала нам главные новости Ялты, по крайней мере, главные утренние новости. И культурные. О-о-о. Олеся, вам снова. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Приветствуем вас в солнечной Ялте. Сегодня у нас в гостях руководитель аппарата администрации Ялты Ирина Васильевна Романец. Здравствуйте. Доброе утро. Мы хотели бы начать с того, что узнать, как вы начинаете ваше утро. О, это сложный вопрос. Утро всегда турбулентное, потому что вечером прихожу поздно с работы, надо ответить на все послания в Facebook, в Instagram, в WhatsApp и так далее. Поэтому засыпаю поздно, просыпаюсь рано. Если успеваю, делаю два классических упражнения, приседания и упражнения с гантелями. Пью кофе и бегу на работу. Вы активно ведете в социальные сети? Да, безусловно. Ну, это сейчас важно для... Очень важно. Это такая мощная площадка диалоговая для общения с людьми, для формирования тех... Ну, для обозначения, вернее, тех задач, которые перед нами стоят. И вообще это сейчас очень такая мощная, продвиженческая и... И очень такая образовательная площадка, поэтому обязательно. Сегодня тема нашего утра – возрождение Ялты как культурной столицы. Скажите, какие мероприятия запланированы в этом направлении? Что планируется делать? Ялта, безусловно, во все времена была с особым статусом в плане развития культурных событий, потому что Ялта всегда была центром притяжения во все времена великих поэтов, писателей, представителей всех видов искусства. И, безусловно, сегодня наличие в Ялте очень мощных объектов культуры, то есть музейно-парковых объектов, музеев, наш театр Чехова. То есть это все, что создает нынешнюю славу Ялты со всем тем наличием экспозиции, которые очень любят наши люди. Только Воронцовский дворец в год принимает более полутора миллионов туристов. Поэтому, безусловно, у Ялты и сегодня есть такой статус, статус культурной столицы. Но, безусловно, мы продолжаем над этим работать, и для нас очень важным в этом году становится наш событийный календарь, который предполагает яркие события, которые станут точкой притяжения и жителей Крыма, и жителей Российской Федерации. И у нас много интересных проектов. В этом году самая главная для нас дата, безусловно, это 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Это год памяти и славы. И наш проект начнется с большого международного фестиваля «Дорога на Ялту». Телевизионный фестиваль, который мы делаем совместно с Первым каналом. И этот фестиваль, который будет объединять под собой очень знаковых певцов современности, иностранных певцов, которые будут петь песни на русском языке, наши самые известные песни времен Великой Отечественной войны. Вот так мы дадим старт событиям 9 мая. Ну и далее открытие курортного сезона, где мы готовим много интересных сюрпризов. Наши все основные фестивали, которые мы будем в этом году проводить. Поэтому я выражаю уверенность, что в этом году культурная программа событий Ялты станет мощнейшим центром притяжения всех любителей искусства, культуры. Может быть, какие-то новые фестивали планируются? Вы знаете, новые – это всегда хорошо забытое старое. Конечно, мы делаем акцент на то, что Ялта – курортный город с очень теплым климатом, с таким субтропическим мягким вектором климатических условий. И, безусловно, для Ялты у нас прекрасная, красивая набережная. И, безусловно, проекты, акцент на которые мы делаем – это уличный вектор. И мы хотим возрождать в Ялте фестиваль. Он был одно время, фестиваль, например, театральных уличных коллективов. Потому что это, безусловно, красота, пластика. Это такая активизация и интерактив с самим зрителем. Ирина Васильевна, наше утро заканчивается. Благодарим вас, что были с нами. Спасибо. Всем хорошего дня. Чудесного всем хорошего дня. Спасибо, коллеги. А наше утро продолжается. Уверена, что ваше тоже. Надеемся, что оно будет эффективным, продуктивным, настоящим, рабочим и настроенным на нужный лад для того, чтобы собрать и себя в кучу и как раз-таки близким помочь это сделать.